Республика Казахстан 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 Такая судебная система, она несправедливая. Судья после возвращения в зал заседания постановил провести разбирательство в закрытом режиме. Следующее слушание назначено на 2 ноября. Жламбаев, который полгода находится за решеткой, говорит, что условия содержания под стражей не выдерживают никакой критики. Я сидел с убийцей, я думаю, что он меня убьет, потому что он убил своего старшего брата ножом, зарезал из-за барана какого-то. И три дня я, ложка заточенная была, и я под подушкой спал. Марату Жламбаеву вменяют участие в деятельности экстремистской организации. Власти связывают его с движением «Демократический выбор Казахстана», возглавляемым живущим за границей оппозиционером Мухтаром Аблязовым. Столичный суд признал ДВК экстремистской организацией и запретил ее деятельность в 2018 году. В резолюциях Европарламента ДВК указана как мирная оппозиция. Есть сожаления? Нет, я ничего не залею. Я сижу за правду, вы это знаете. Я буду биться до конца, хоть дадут мне пожизненные заключения. Я хочу, чтобы народ знал, боролся за свои права. Марафонец Жламбаев, рекордсмен Книги Гиннеса, в последние годы получил известность как гражданский активист. Он выходил на антиправительственные митинги, подвергался административным арестам за участие в них. С 2021 года пытается зарегистрировать вместе с единомышленниками партию АГА Казахстан. Минюст отказывает в регистрации. Я думаю, что в этой ситуации можно привлечь практически все население Казахстана, поскольку весь интернет сегодня заполнен. И Инстаграм, и Ютуб, и Фейсбук, и Телеграм-канал заполнен выступлением Мухтара Аблязова, объясняющим причину того, как богатейшая страна попала в разряд беднейших стран. И что сегодня делает власть по отношению к народу Казахстана. Поэтому я твердо убежден, что вот этим решением поставим крест на дальнейшем развитии демократии в Республике Казахстан. Это все является, конечно, продолжением политики диктатора Нурсултана Назарбаева. Они, руководители государства, в течение 30 лет выявляли всех, кто способен к сопротивлению или хотя бы чуть способен на сопротивление, или как бы имел мысли на сопротивление, или имел какое-то сочувствие к тем, кто сопротивляется. Все эти люди, конечно же, арестовывались. Кого? Просто расстреливали те, которые сопротивлялись. Примеров можно привести большое количество. Достаточно вспомнить первое политическое убийство. Это был еще 93-й год, насколько мне память не изменяет. Когда был убит замгенерального директора газеты «Караван» Рыбкин, семья Нурсултана Назарбаева захотела завладеть этим периодическим изданием «Караван». Второй был, это, конечно, журналист Шаревжанов, который взял интервью у Нуркодилова Замонбека Колобаевича. По дороге домой его сбивает машина, и он в больнице умирает, не приходя в сознание. Дальше мы видим, что был убит. Я подчеркиваю, был убит, поскольку человек не может трижды себя стрелять, тем более провести при двух выстрелах в область сердца, контрольный в голову, а затем еще лечь, укрыться простыней и пистолет положить между ног. Это явно было заказное убийство. Далее Сарсенбаев со своим водителем, охранником, были расстреливаны специальным подразделением. Затем был Жан-Узень. Сколько там было убитых, расстреливали безоружных людей, которые семь месяцев добивались повышения заработной платы. И там была сделана провокация, что группа молодчиков ворвалась на сцену. И все это списали на бастующих и их расстреляли. И я хочу особенно отметить, что Александр Баженко, который давал показания в суде по Жан-Узеньцам, он воспитанник был детского дома, и он на суде не выдержал, заплакал и сказал, что мои показания, которые я подписал, были добыты преступным путем. Меня пытали, и в результате этих пыток я вынужден был подписать, потому что мне угрожала смерть. И через некоторое время, после завершения судебных разбирательств в Жан-Узене, он был зверски убит Жан-Узень. Я почему провожу проволение по Александру Баженко и Марату Жиланбаеву? Он тоже воспитанник детского дома, и эти люди имеют повышенное чувство справедливости, и та среда, где они воспитывались, не позволяет им быть подлецами в любом деле. Марат Жиланбаев тоже воспитывался в детском доме, и, наверное, он из-за этого никого не боялся, и это стало для него роковой ошибкой. Он рассчитывал, что власть не посмеет пойти на такое, чтобы его осудить в такой долгий срок. И далее список можно продолжить. Дулат Агадин. Его забрали из дома, увезли в полицию, на следующий день он уже был мертв. Его сын, 18-летний, стал тоже жертвой режима Назарбаева, но режим Токаева ничем не отличается от режима султана Назарбаева. Это доказывает решение суда. 30 октября начался суд, и тут же судья, Собрыжан Каримов, объявляет, что суд закрытым. Якобы свидетелям угрожают. Ну хорошо, закрытым так закрытым. Судья имеет право по закону объявить этот суд закрытым на нанесение приговора и объявление приговора в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом статья 29. Она четко гласит, что объявление приговора, независимо от того, какое было заседание суда, закрыто или открыто, или объявление приговора суд обязан объявить в открытом рассмотрении этого вопроса с приглашением всех заинтересованных сторон. Судья, запомните его имя и фамилию Собрыжан Каримов, нарушил уголовно-процессуальный кодекс и кулуарно вынес приговор в отношении Марата Желымбаева. Режим Токаева ничем не отличается от режима Назарбаева. Это юнорские события, когда он точно так же дал приказ стрелять без предупреждения на поражение и объявил всех, кто вышли на площадь, экстремистами, вооруженными бандитами. А вот посмотрите, кто стоял там и держали плакат, что мы не экстремисты, а мы вот такие-то граждане Республики Казахстан. На Алматы напало 20 тысяч бандитов. Сильно пострадали молодые ребята-десантники. Вообще сейчас следствие показывает, что бандиты, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, находились под воздействием наркотиков. Они, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров. Их провели через пограничные стойки. И как видим, что режим пресекал на корню любое проявление демократизации нашего общества. Президент Казахстана Казужомар Тукаев похвастался, что все митинги, демонстрации и прочее, которые имели разрешительный порядок, теперь будут носить у нас в Казахстане заявительный порядок. И на суде Марат Жаламбаев прямо говорит, что да, я принимал участие в митингах, но я всегда властям объявлял о том, что я буду выходить и принимать участие в том или ином митинге. То есть он выполнял волю президента Тукаева. И этим самым ставил власть в известность, что он примет участие в таком-то митинге. А судебная власть сегодня, не принимая внимания поручения Тукаева, выносит свой вердикт, который идет в разрез с требованиями президента Тукаева. Тукаев опять же на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о том, что которые были приняты парламентом упростили регистрацию политических партий, а также сократили порог для участия партии в парламенте с 7% до 5%. Теперь будут зарегистрированы все партии, будет много партийность в Казахстане. Мы вот такие хорошие белые пушистые, мы все принимаем для развития демократизации. А сейчас давайте посмотрим. Жасра Конышалин и Марат Желанбай объявили о создании оппозиционной партии ОЛГА Казахстан. И 15 раз подавали Министерству юстиции заявку на регистрацию партии, и 15 раз получали отказ. Минюст мотивировал тем, что якобы представлены недостоверные данные по регистрации партии. Тукаев опять же на импровизированной пресс-конференции после голосования сказал журналистам и всем присутствующим на этой импровизированной пресс-конференции о том, что все-таки до выборов парламента две партии как минимум подадут документы, подадут все барьеры и будут зарегистрированы. Да, мы увидели, что в сговоре с Тукаевым и соответствующими структурами по поручению Тукаева были зарегистрированы две партии Республика и партия Зеленых. В партии ОЛГА Казахстан не зарегистрирована и не была зарегистрирована партия Булата Абилова. То есть избирательная такая компания, эти партии мы регистрируем, они поддерживают нас. А кто не поддерживает нас, то те против нас. И естественно это вызвало бурое негодование, что в течение 15 раз Минюст отказывает в регистрации этой партии. Почему же Тукаев так и его соратники, как черт ладана, боятся оппозиционных партий? Да потому что они сами не являются конкурентными, не сами лично конкурентными людьми. И партии, которые сегодня являются пропрезидентского, то в парламенте на сегодняшний день, они не являются конкурентными. Если бы появилась партия ОЛГА Казахстан, то явно, что народ поддержал бы именно эту партию. И мы это убедились в выборах президента в 2019 году, когда все партии как странно спрятали свою голову в пол, когда ДВК Казахстан давал поручение зарегистрироваться членами партии той или другой партии для того, чтобы показать противодействие партии Тенур-Отан. И я хочу сказать, что если бы не было включено вот этот административный ресурс, которым владеет Тукаев, это его карман для избирательной комиссии, центральной избирательной комиссии, они вместе с ЦИК Тукаев сделали преступниками директоров школ, преподавателей, работников бюджетной системы, которых включили в участковые избирательные комиссии, которые работали. Эти люди шли на компромисс со своей совестью, фальсифицировали итоги голосования. Если бы не было фальсификации, если бы не был включен административный ресурс Тукаевым, то ни одного предложения Тукаева на этих выборах или голосованиях не прошло. Тукаев избирался на 7 лет, пока на сегодняшний день без права переизбирали на второй срок. По истечении 7-летнего срока он вновь изменит Конституцию и будет снова баллотироваться. Так сказать, аппетит приходит во время еды. Малат Жулынбаев получил тоже срок 7 лет, только не президентского пребывания или мандата депутата парламента, хотя он баллотировался в парламент Республики Казахстан, но был снят прокуратурой, чтобы полный срок 7 лет этот мощный активист с большим, так сказать, потенциалом не мешал Тукаеву выдворять из всех подденежа финансовых потоков ставленников Султана Назарбаева, заводить туда своих ставленников и не менее, а может быть даже и более, так сказать, продуктивно продолжать грабить население Казахстана. И вот 7 лет тюремного заключения по сфальсифицированным властями обвинениям, корни которого кроется в 2015 году, когда Султан Назарбаев подал в отставку, а себе на замену он вывинул концу Жумарта Тукаева. Тогда Малат Жулынбаев выступил с критикой, а когда были проведены выборы президента Казахстана, то Малат Жулынбаев, активисты, не зарегистрированные партии ОЛГА Казахстан, начали требовать пересмотра в голосовании итогов, поскольку они были сфальсифицированы, но они все были арестованы в спецподразделениям, увезены. После этого Малат Жулынбаев начал очень жестко критиковать лично Тукаева и его политику по отношению к народу Казахстана. В суде Жулынбаев заявил, что он не является членом какой-либо экстремистской организации, если бы выходил на митинги, но о своем участии заранее вставил в известность как Совет Тукаев. И вот теперь Малат Жулынбаев подвергся такой экзекуции. Я думаю, что, уважаемые дамы и господа, мы должны встать на защиту Малата Жулынбаева и ни в коем случае не допустить такой расправы, какую устроила власть и власть имущая над нашим героем Аромом, Аромом Атабеком, который попал за решетку цветущим молодым человеком, поэтом, активным защитником тех обездольных людей, дома которых были снесены в микроаллине Шанрак по команде Тасмагомбетова. Тасмагомбетов получил команду соответствующего Ту-Султана Назарбаева. Это уже достоверно известно, что они створили такое бесчинство. А каким вышел на свободу Аромат Абек, вот посмотрите на эту фотографию. Теперь я хочу сказать, вот фотография Марата Жулынбаева. Какой он будет после обывания 7-летнего срока заключения в тюрьме? Вопрос. Мы все должны выступить на защиту Марата Жулынбаева, поставить заслон издевательством и этой экзекуцией, которую власти устроили по отношению к активистам, и потребовать от властей пересмотра этого судебного решения, и заклинить позором Собержана Каримова, судью межрайонного суда города Астаны, за вот этот приговор, который он вынес по решению главы государства. Теперь понятно, что правоохранительные органы, следственные органы, прокуратура и суды это одно целое. Прокуратура должна контролировать исполнение закона на всей территории в соответствии с Конституцией, теми законами, которые приняты сегодня в Казахстане, требовать от следователей строгого исполнения в соответствии с уголовным кодексом, уголовным процессуальным кодексом, но все это превратилось в один орган, который выносит общее решение, общий вердикт. Поэтому, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики, на этом я заканчиваю, надеюсь на вашу активную жизненную позицию, и до новых встреч в эфире. Продолжение следует...